Доброго времени суток уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. И это мой очередной обзор по техническому анализу отдельных инструментов, который представляет интерес на текущий момент. Сегодня понедельник, 20 апреля, предлагаю рассмотреть валютную пару доллар-иена, которая находится на распутье и имеет примерно равные шансы на рост и снижение. Однако приоритетным направлением является все же вверх. Спорная ситуация сложилась и по канадскому доллару, где сохраняется сценарий с ростом, однако есть и вероятность начала снижения. Также австралийский доллар, который предположительно еще не закончил нисходящую коррекцию. Итак, японская иена после небольшого отскока от минимума 106.96 ушла в торговлю в диапазоне между уровнями 107.25 и 107.81. Таким образом, общая перспектива движений на данный момент раздваивается, пара имеет примерно равные шансы как на рост, так и на снижение. Однако приоритетное направление сохраняется на восходящее движение в рамках продолжающейся коррекции более старшего порядка. Поэтому в скором времени, вероятно, еще можно ожидать роста к отметкам 108.45 с прохождением до 108.63. Подтверждением этого сценария станет выход из образовавшейся коридора вверх с закреплением выше уровня 107.81, который выступит в качестве поддержки. Однако перед этим возможно углубление в зону до 107.25 с последующим отбоем. Только снижение ниже разворотного уровня 107.25 – ТАСС сигнал на смену приоритета с восходящего на нисходящее. Рост в паре с канадским долларом на прошлой неделе также взял паузу, и цена ушла в боковик с нисходящим уклоном. Ориентирно восходящее движение остается, однако в любой момент может начаться и снижение. При последней волне роста цена протестировала уровень 1.4152, который был обозначен целевым в прошлом обзоре, после чего началось снижение. Поддержку при этом пара нашла на уровне 1.4003 и отскочила от него. Тем не менее вероятность ретеста этого уровня все еще возможна. Надо полагать, что цена еще попытается возобновить нисходящее движение, но потенциал роста, думаю, пока не исчерпан и рост может быть продолжен. Пределы ретеста при снижении лежат в диапазоне 1.4003-1.3947, отбой от которого вернет пару к росту к отметке 1.4152 с потенциальным проходом до 1.4257. В свою очередь снижение и закрепление под разворотным уровнем 1.3947 даст сигнал на начало новой волны нисходящего тренда. Ну и наконец австралийский доллар, который очевидно еще не закончил нисходящую коррекцию и после ретеста уровня предыдущего локального максимума на 0.6433 может возобновить свое снижение. С момента последнего обзора пара отметила локальный максимум на указанной отметке, после чего начала снижение, достигнув отметки 0.6269, после чего снова перешла к росту. Пока данный рост оценивается как локальная восходящая коррекция в рамках нисходящей коррекции старшего порядка. Для подтверждения данного сценария необходим ретест зоны между уровнем сопротивления на 0.6368 и 0.6433 с последующим отбоем и закреплением ниже сопротивления. Это даст возможность продавцам усилить давление и отправить цену к уровню 0.6237 с потенциальным проходом до 0.6120. В противном случае рост до разворотного уровня на 0.6433 и закрепление выше него вернет пару в рамки восходящего движения с отменой данного сценария. И на этом у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и мой обзор по техническому анализу. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством к действию и не гарантируют результаты. Поэтому соблюдайте риски всем профитной торговли и до новых встреч в следующем выпуске. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!